Болезнь Паркинсона В то же время хочется отметить, что в гомозиготном состоянии мутации в гене глюкоцерабрезидаза приводят к развитию болезни ГАШЕ. В норме фермент глюкоцерабрезидаза расщепляет лизосфинголипиды и при наличии мутации наблюдается снижение активности фермента с последующим накоплением лизосфинголипидов в лизосомах именно макрофагов. Исходя из взаимосвязи болезни ГАШЕ и ГБА-стереноболезни Паркинсона, есть предположение, что использование стратегий, направленных на повышение ферментативной активности глюкоцерабрезидаза, может быть использовано как при болезни ГАШЕ, так и ГБА-стереноболезни Паркинсона. На сегодняшний день в качестве терапии болезни ГАШЕ используются фермент-заместительная терапия и субстрат-редуцирующая терапия. Фермент-заместительная терапия заключается в том, что пациенты получают надревенные инфузии рекомбинантного белка глюкоцерабрезидазы, в то время как субстрат-редуцирующая терапия направлена на ингибирование процессов биосинтеза субстрата глюкоцерабрезидазы. Однако данные подходы будут неэффективны при болезни ГАШЕ с поражением центральной нервной системы и, соответственно, при болезни Паркинсона, так как данные препараты не способны проникать через гематоэнцефалический барьер. В связи с чем актуальным является использование стратегии с помощью фармакологических шоперонов. Это химические соединения, которые способны связываться с мутантной формой глюкоцерабрезидазы, стабилизировать его конформацию и способствовать дальнейшему транспорту в лизосомы. На данном слайде более подробно показана схема работы фармакологических шоперонов глюкоцерабрезидазы. И здесь хочется отметить, что большинство мутаций в гене глюкоцерабрезидазы приводят к тому, что синтезируется белок с нарушенной конформацией. Большинство мутаций не затрагивает активность сайта фермента. В связи с чем возможно использование фармакологических шоперонов, которые после синтеза фермента в эндоплазматическом ретикулами связываются с ферментом, стабилизируют его конформацию и способствуют дальнейшему транспорту в лизосомы. Где затем за счет разницы ПАЖ в лизосоме фармакологический шоперон элюирует от глюкоцерабрезидазы, где дальше фермент может выполнять свою функцию. Сейчас описано несколько типов фармакологических шоперонов. Это конкурентные ингибиторы и алластерические активаторы. Первый связывается с активным сайтом фермента и обладает рядом недостатков, которые ограничивают их использование в клинической практике. А именно их высокая константа связывания с активным сайтом, в результате чего даже внутри лизосомы при кислом ПАЖ они остаются связаны с глюкоцерабрезидазом, а также их низкая селективность по отношению к другим лизосомным ферментам. Второй же тип фармакологических шоперонов – это алластерические активаторы, которые связываются не с активным сайтом фермента, а связываются на поверхности глюкоцерабрезидаза. На сегодняшний день описано лишь несколько таких соединений, которые могут выступать как алластерические активаторы глюкоцерабрезидаза. И на данном слайде показано, что два из них на данный момент проходят клинические испытания в группе пациентов с ГБАС с сырой болезнью Паркинсона. Хочется отметить, что является актуальным не только поиск соединений, которые могут выступать как алластерические шопероны глюкоцерабрезидазы, но и также описание их механизма действия посредством описания сайтов связывания на поверхности глюкоцерабрезидаза. Одной из таких молекул, который является алластерическим шопероном глюкоцерабрезидаза, является фармакологический шоперон NCGC607, или далее я буду называть его N07, который был найден с помощью скрининга на гомогенатах селезенки пациентов с болезнью ГАШЕ. Тут хочется отметить, что было протестировано более 250 тысяч соединений, и найдено всего два, которые могут проявлять свою фармакологическую активность в виде алластерического активатора. Затем на макрофагах и дофаминергических нейронах, дифференцированных из ФСК, пациентов с болезнью ГАШЕ и болезнью ГАШЕ с паркинсонизмом, было показано, что данное соединение приводит к увеличению активности глюкоцерабрезидазы, ее количества и способствует транслокации ферментов лизосом. Также было показано, что данное соединение снижает количество субстрата. И в дофаминергических нейронах также было показано, что данное соединение снижает количество альфа-синуклеина. Нами была проведена оценка эффективности фармакологического шоперона N07, а также предложенных нами его модификаций на первичной культуре пациентов с болезнью ГАШЕ и ГАШЕ с целью болезнью Паркинсона. Ферментативную активность глюкоцерабрезидаза и количество субстрата мы определяли методом тандемной масс-спектрометрии. Количество белка глюкоцерабрезидаза оценивали с помощью вестернблотинга и степень транслокации глюкоцерабрезидаза оценивали методом конфокальной микроскопии. В начале нашей работы мы… Здесь хочется отметить, что для этого шоперона N07 также не описан механизм его действия, так как ранее не было опубликовано, с каким именно сайтом на поверхности глюкоцерабрезидаза он связывается. В начале нашей работы мы описали потенциальные сайты связывания фармакологического шоперона N07 на поверхности глюкоцерабрезидаза. Данные сайты выделены на слайде, и затем нами были предложены модификации фармакологического шоперона N07, которые были направлены на повышение растворимости фермента и на увеличение константа связывания с глюкоцерабрезидазой. Далее была проведена оценка эффективности фармакологического шоперона N07, а также его модификации в первичной культуре макрофагов пациентов с болезнью ГАШЕ, а также ГБА с циренболезнью Паркинсона. Мы показали, что фармакологический шоперон N07 приводит к повышению активности фермента у пациентов с болезнью ГАШЕ, а также фармакологический шоперон N07 и его модификации приводят к повышению активности фермента у пациентов с ГБА с циренболезнью Паркинсона, но лишь в группе носителей легких мутаций в гене глюкоцерабрезидаза. При оценке влияния фармакологических шоперонов N07 и его модификации на концентрацию субстрата было показано, что все исследуемые соединения снижают концентрацию субстрата у пациентов с болезнью ГАШЕ, но у пациентов с ГБА с циренболезнью Паркинсона нами было показано, что лишь предложенные нами модификации снижают концентрацию субстрата, как у пациентов с легкими, так и тяжелыми мутациями в гене глюкоцерабрезидаза. Также была проведена оценка эффективности фармакологических шоперонов N07 и его модификации на степень транслокации глюкоцерабрезидаза в лизосомы в первичной культуре макрофагов у пациентов с болезнью ГАШЕ. Все исследуемые соединения повышали степень транслокации глюкоцерабрезидаза, однако хочется отметить, что предложенная нами модификация N2 обладала большей эффективностью касательно данного параметра. Затем, благодаря сотрудничеству с Институтом цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, нами была также проведена оценка эффективности фармакологического шоперона N07 и его модификаций в дофаминергических нейронах, дифференцированных из-за ПСК, пациентов с ГБАС с сырым болезнью Паркинсона. Также было показано, что все соединения приводили к повышению ферментативной активности глюкоцерабрезидаза, однако лишь предложенные нами модификации N2 и N3 приводили к увеличению транслокации ферментов лизосомы. По результатам работы можно сделать следующие выводы. Первое – это что с помощью метода молекулярного докинга были найдены потенциальные сайты связывания фармакологического шоперона N07 на поверхности глюкоцерабрезидаза. Для улучшения растворимости и константа связывания с ферментом нами были предложены модификации фармакологического шоперона N07, а именно N2 и N3. И предложенная нами модификация фармакологического шоперона N07 показала большую эффективность восстановления активности глюкоцерабрезидаза у пациентов с ГБАС с сырым болезнью Паркинсона в случае носительства легких мутаций в гении глюкоцерабрезидаза. А также было показано влияние на снижение концентрации субстрата и увеличение транслокации глюкоцерабрезидаза в лизосому в первичной культуре макрофагов пациентов с болезнью ГАШ. Также соединение N2 обладало большей эффективностью восстановления активности и увеличения степени транслокации в дофаминергических нейронах пациентов с ГБАС с сырым болезнью Паркинсон. И хотелось бы выразить благодарность нашим коллегам, с помощью которых мы смогли проделать такую большую работу. Спасибо. Спасибо, Алена Гвардовна, что уложились во времени. Вопросы? Скажите, пожалуйста, вы говорили, что часть препаратов уже испытывается, проходит доклинический. А есть там какие-то побочные эффекты? Что там описано? На самом деле сейчас идут не доклинические, а уже даже клинические испытания у пациентов с ГБАС с сырым болезнью Паркинсона. Здесь на самом деле хочется отметить, что проходят два препарата. Один из них это амбраксол, который уже давно используется в фармакологии. И то есть он хорошо себя зарекомендовал, у него хорошие профили безопасности. Поэтому здесь далеко шагнули вперед, в том плане, что не нужно оценивать, насколько данное соединение будет безопасно. И сейчас уже проводится именно как он влияет на состояние при ГБАС с сырым болезни Паркинсона. Но это же длительные приемы, да? Ежедневные или какие-то курсы? Здесь увеличено время приема и совершенно другие дозы. Но даже такие дозировки и период лечения, они уже показали хорошую безопасность, что пока не обладают побочными эффектами. А на признаки паркинсонизма как-то удалось повлиять с помощью этих препаратов? Ну смотрите, на данный момент идет вторая фаза клинических испытаний. То есть мы ждем, когда будут получены какие-то результаты. Но оцениваются такие параметры, как активность фермента, какая его концентрация в спинномозговой жидкости. А вот уже какие-то конкретные влияния на признаки паркинсонизма, да, будут получены после. Разрешите, я прокомментирую. Просто как раз недавно услышала, что при болезни ГАШЕ амбраксол, при нейрональной форме болезни ГАШЕ как раз вот только что появились первые сообщения, что он способствовал уменьшению селезенки и состоянию пациентов. То есть какие-то, ну вот не на болезни паркинсона, а на болезни ГАШЕ амбраксол уже показал свою эффективность. Простите, мне вот здесь мои коллеги-модераторы подсказали, что к моему первому докладу был вопрос. Позвольте, я отвечу на него сейчас. Он пришел онлайн, и мне его передали чуть позже. Он действительно относится именно к этой теме обсуждаемой. Вопрос был о том, считаю ли я, что ингибиторы ЛРК-2 киназы будут эффективны в клинической практике, потому что они могут не показать свою селективность, как многие ингибиторы киназ. Так вот я хотела как раз в русле этого доклада прокомментировать, что в принципе да, я считаю, что с ними может произойти то же самое, что произошло, вот как Алена Эдуардовна рассказала, с теми первыми фармакологическими шоперонами глюкцеробразидазы, которые занимали активный сайт фермента. Изофагамин провалился в клинических испытаниях для лечения болезни ГАШЕ, и с ГБА, ассоциированной болезнью Паркинсона, его даже не пробовали, поскольку он обладал, как оказалось, низкой селективностью, поскольку консервативные активные центры как у киназ, так и у всех ферментов. Поэтому действительно препараты, про которые рассказывала Алена Эдуардовна, именно эластерические фармакологические шопероны, которые связываются не с консервативными центрами, они обладают гораздо большей селективностью и могут оказаться в клинике более перспективными. Спасибо. Переходим к следующему докладчику. Да, спасибо. Следующий у нас...